Флагман военно-морских сил Франции. Первый атомный авианосец, построенный за пределами США. Самый мощный и совершенный боевой корабль Европы. Подлинный властелин морских просторов. Всё это – истинная гордость французских моряков авианосец Шарль-де-Голь. 40 боевых самолётов и вертолётов, управляемое ракетное оружие, 4 восьмизарядных модуля для стрельбы зенитными ракетами СТ-15, 2 ракетных системы самообороны Седрал. Уникальный комплекс средств обнаружения. 6 радаров различного диапазона и назначения. Поисково-следящая система Vampire NG. Полный комплект средств радиоперехвата и радиоэлектронной борьбы. Боевая информационно-управляющая система Зенит-8, способная одновременно выделять, классифицировать и брать на сопровождение до 2000 целей. 25 компьютерных терминалов, 50 каналов связи, спутниковые системы коммуникации Inmarset и Syracuse Flitsacom. Авианосец Шарль-де-Голь блестяще справляется с ролью флагмана морской ударной группировки. Полноценная авиагруппа, включающая истребители-бомбардировщики Rafale, ударные самолёты Super Etandar, комплексы дальнего радиолокационного обнаружения и управления И-2 «Холкой». Многоцелевые, противолодочные и поисково-спасательные вертолёты Аэроспасиаль «Долфин» и «Кугуар». Всего до 40 единиц авиатехники, размещенных на полётной и ангарной палубах. Два бортовых самолитоподъёмника грузоподъёмностью 36 тонн. Две паровые катапульты Си-13Ф, аналогичные системам, установленным на американских немецах. Каждая из них способна разогнать 25-тонный самолёт до скорости 200 км в час. Темп выпуска самолётов с палубы Деголя – 2 машины в минуту. Темп приёма самолётов в теории позволяет безопасно посадить на палубу авианосца до 20 машин за 12 минут. Единственное ограничение – размеры и конструкция полётной палубы не позволяют проводить одновременно взлёт и посадку авиатехники. Особую гордость французских инженеров вызывает система автоматической стабилизации корабля «Сатрап» – 12 компенсаторов в виде блоков массой 22 тонны каждой, перемещающихся по специальным желобам на галерейной палубе. Система, управляемая центральным компьютером, компенсирует различные ветровые нагрузки, бортовую качку, крен при поворотах. Постоянно удерживая корабль в правильном положении, это позволяет осуществлять взлётно-посадочные операции при волнении моря до 6 баллов. Полное водоизмещение исполинского корабля достигает 42 тысяч тонн. Длина полётной палубы – четверть километра. Экипаж – 1350 моряков плюс 600 человек авиакрыла. Одной перезарядки реакторов хватает для непрерывной эксплуатации в течение 6 лет. За это время «Деголь» успевает пройти расстояние, эквивалентное 12 длинам земного экватора. Авианосец «Шарль Деголь» – красивый, сильный и харизматичный корабль. Единственный недостаток – большую часть своей 13-летней службы «Деголь» провёл в ремонтных доках. Судьба «Шарля Деголя» началась в 1989 году, когда на верфи «Дкэнс» в городе Брест была заложена днищевая секция будущего авианосца. Поначалу всё складывалось вполне успешно. Всего через 5 лет после закладки, в мае 1994 года, самый крупный боевой корабль, когда-либо построенный во Франции, был торжественно спущен на воду в присутствие президента Франсуа Метерана. Летом того же года на авианосца были установлены реакторы. Началось насыщение корпуса высокотехнологичным оборудованием. Но чем дальше продвигались работы, тем труднее становилось удерживать проект в рамках заданного графика. Чрезвычайная обилие систем и механизмов на борту корабля вело к непрекращающейся череде вносимых изменений, что задерживало и без того трудоемкий процесс постройки огромного авианосца. Например, в соответствии с новыми европейскими нормами радиационной безопасности, пришлось полностью переработать систему защиты и охлаждения реактора. Всё это уже на практически готовом корабле. Согласно официальным данным, корабль строился порядка 10 лет и обошёлся французским налогоплательщикам в 3,3 миллиарда долларов. Но настоящая трагикомедия началась после серии ходовых испытаний и тестовых посадок авиатехники на палубу корабля в 1999 году. Постоянная вибрация, неполадки в системе охлаждения реактора, некачественное покрытие полётной палубы. Неожиданно выяснилось, что конструкторы допустили ошибку при расчёте потребной длины ВП. Для безопасной посадки самолётов Дрло Е2 «Хоукой» потребовалось срочно удлинить полётную палубу на 4 метра. Работы по устранению дефектов заняли год. Наконец, 4 октября 2000 года Шарль Деголь прибыл своим ходом на военно-морскую базу «Тулон». В срочном порядке началась апробация новой техники. Экипаж «Деголя» был сформирован ещё в 1997 году и три года терпеливо дожидался своего корабля. Уже через несколько дней авианосец покинул свой родной порт и отправился с дружеским визитом к берегам США на военно-морскую базу «Норфолк». Увы, добраться до берегов Америки в тот раз не удалось. Во время тренировочных манёвров в Карибском море отвалилась лопасть правого винта. Авианосец с трехузловым ходом вернулся в «Тулон». Проблема была в том, что фирма «Атлантик Индастрис» бесследно исчезла не только с гонораром за недобросовестно выполненный контракт, но что гораздо хуже со всей документацией на изготовление винтов. В качестве временной меры на корабль установили винты от списанного авианосца «Клемансо». Скорость «Деголя» уменьшилась до 25 узлов. При этом вся кормовая часть оказалась непригодна для жизни, и деятельности экипажа, вибрация и шумы достигали 100 дБ. Практически весь следующий год авианосец провёл в ремонте, на тестах и ходовых испытаниях. Впрочем, в конце мая 2001 года Шарль Деголь нашёл в себе силы выбраться из дока и принять участие в военно-морских учениях «Золотой трезубец». Результатом 10-дневных манёвров стал скандал вокруг истребителей «Рафаль-М». Оказалось, что поставленные флоту самолёты не приспособлены для палубного базирования. Вся первая партия перспективных истребителей была решительно забракована. Но это лишь начало анекдота под названием «Авианосец Шарль Деголь». В декабре 2001 года Деголь вышел в свой первый боевой поход в Аравийское море. Роль Шарля Деголя в войне была чисто символической. Всю работу выполнила американская авиация, совершившая 10 тысяч боевых и обеспечивающих вылетов над территорией Афганистана. Понимая свою собственную никчёмность, Деголь по возможности стремился покинуть ТВД. И пока американские самолёты крушили афганские горы, французский авианосец устраивал фотосессии в портах Сингапура и Омана. В июле 2002 года Деголь возвратился на ВМБ «Тулон». Поход прошёл успешно, если не считать, что из-за радиационной аварии на борту экипаж авианосца получил пятикратные дозы облучения. Впечатлений французам хватило надолго. Все последующие три года Деголь не совершал дальних походов. Активная зона реакторов полностью выгорела и нуждалась в замене. Морская стихия здорово потрепала корабль. Раскалённые выхлопы реактивных двигателей оплавили полётную палубу. Вышла из строя часть вспомогательного оборудования. Авианосцу требовался капитальный ремонт. В сентябре 2007 года Деголь зашёл в сухой док, откуда не выходил до конца 2008 года. 15-месячный ремонт с перезагрузкой реактора обошёлся Франции в сумму 300 миллионов евро. Несчастному авианосцу, наконец, вернули его родные винты, провели модернизацию радиоэлектроники, проложили 80 километров электрических кабелей, обновили катапульты и аэрофинишоры, расширили ассортимент авиационных боеприпасов. Сверкая свежей краской, авианосец прибыл на ВМБ «Тулон» и спустя три месяца благополучно вышел из строя. Весь 2009 год корабль снова провёл на ремонте. 14 октября 2010 года отряд боевых кораблей ВМС Франции во главе с флагманом «Шарль де Голь» отправился с очередной миссией в Индийский океан. Поход продлился ровно одни сутки. Через день после выхода на авианосца вышла из строя вся система электроснабжения. В марте 2011 года мировые СМИ обошла сенсационная новость – французский авианосец выдвигается к берегам Ливии. Очередная попытка «Де Голя» доказать свою необходимость прошла с полным аншлагом. Палубная авиация выполнила сотни боевых вылетов в рамках обеспечения бесполётной зоны над Ливией. Многоцелевые истребители «Рафаль» нанесли серию ударов по наземным объектам, израсходовав в общей сложности 225 высокоточных боеприпасов «ААСМ». Наверное, следует добавить несколько штрихов к истории этого похода. Авиагруппа «Де Голя» состояла из 16 боевых самолётов – 10 «Рафаль М» и 6 «Супер Этандар». В это же время для нанесения ударов по Ливии командование НАТО привлекло более 100 ударных машин, среди которых встречались такие монстры, как B-1B и F-15 Strike Eagle. Становится очевиден неоценимый вклад авианосца в этой военной операции. А стоимость каждой из 225 сброшенных бомб «ААСМ» с учётом затрат на содержание плавучего аэродрома стало просто астрономической, было бы дешевле стрелять лазером с орбитальной боевой станции. Несчастья, преследующие авианосец «Шарль Де Голь» имеют единственную причину – избыточно сложная конструкция корабля, усугублённая его циклопическими размерами. Всё это приводит к непоправимой потере надёжности. Тысячи механизмов, миллионы деталей, каждую секунду на корабле обязательно ломается один из элементов конструкции. Периодически выходит из строя один из критически важных объектов. И тогда начинается лавинообразное нарастание технических проблем, приводящих к полной потере боеспособности корабля. В отличие от обычных ракетных и артиллерийских боевых кораблей, авианосцу приходится работать с 20-тонными объектами – авиатехникой, что постоянно перемещаются по верхней палубе и внутренним помещениям корабля, периодически разгоняясь до 250 км в час. Отсюда – 260-метровая палуба, катапульты, аэрофинишоры, оптическая система посадки, могучие подъёмники и силовое оборудование. Самолёты служат повышенным источником опасности. Для нейтрализации раскалённых выхлопов реактивных моторов приходится прокладывать десятки километров труб системы охлаждения под полётной палубой вкупе с мощными насосами. Постоянная работа с пожароопасными и взрывчатыми веществами, которые, в отличие от ракетного крейсера или подлодки, обычно рассредоточены буквально на каждом шагу. Всё это откладывает свой отпечаток на конструкцию авианосца. Особые меры хранения топлива, противопожарная безопасность, элеваторы боеприпасов. Наконец, система самообороны. В случае с французским авианосцем его встроенное вооружение соответствует фрегату или небольшому эсминцу. Плюс обязательный комплекс средств слежения, обнаружения, коммуникации и управления. Впрочем, здесь всё как раз неплохо. Электроника приносит минимум проблем, в отличие от движущихся механических частей. Все вышеперечисленные факторы множатся на гигантизм механизмов и ужасные размеры корабля. Результат очевиден. И исправить здесь ничего не удастся. Слишком велики размеры и посадочные скорости самолётов. Но самое главное, в наши дни в плавучих аэродромах просто нет необходимости. Французы не единственные, кто попался в эту ловушку, стремясь подчеркнуть престиж своей страны. Американцы, имеющие 10 атомных авианосцев, могут одновременно выставить не более 5 боевых групп. Остальные корабли стоят в доках с разобранным корпусом. Чрезвычайно низкая надёжность, немецы буквально сыпятся на глазах. Постоянные проблемы. Бесконечный ремонт. Французы знали об этом, потому планировали строить два авианосца типа Деголь. Если один из них сломается в самый ответственный момент, на помощь должен прийти другой. Естественно, все планы по постройке дублёра рухнули. Едва стали известны результаты службы головного корабля.